Прихожу, значит, к дому. У меня тут проблема, причем тетя пишет смс-ку типа, как дела, как пчелы. У меня все нормально, через 40 минут воды не стало. Но я дошла до деда, у деда заперта, пыталась позвонить, дозвонилась, все-таки пообещала она, значит, родственника потом вечером сюда прислать. У нас 30 градусов в теньке, ну или типа того. Я подхожу к дому, на крыльце кто-то шарахается. Я сразу по старой памяти испугала, думала, может, кошки загнали ее. Ну, вроде как, они больше сюда не шастали, со злым умыслом или без. А это, оказывается, кого-то поймало и жрет. Сначала думала, что бабочку. Но бабочка же не такая большая, чтобы ее так жрать. Судя по тому, как она рычала, урчала, видимо, это мышка. Дожирай давай. Не знаю, та, которая в избе сегодня нам спать не давала ночью. Я вообще ее еще вчера услышала. Или еще какая-то. Эта дурында думала, что если она на ковер заберется, то мышка сразу вылезет. А мышка за обоями шуршала. Если я надеюсь, что до конца доела, то потом меня... Я-то, может, и не увижу. А приедут ко мне родственники некоторые и словят какой-нибудь ужас. Потому что как-то она тут оставила кишочки, мышина. Я-то не увидела. Она после меня это делала. А близкий родственник, смотри, как кошка твоя. Ну, типа, надо убрать, то все. Она, по-моему, уже удрала. Привет тебе, зрители, пока. Субтитры сделал DimaTorzok